Друзья, привет! Нас часто спрашивают, что же мы можем посоветовать на ютюбе. К примеру, новый канал Попробуй Ню. Муж и жена Артур и Катя делают качественный веселый контент с отличным монтажом и интересными рубриками. Хорошие ребята, помогите им поддержкой в виде подписки. Можете сами посмотреть, они реально стараются для своих зрителей. Ссылка в описании. Короче, я не знаю, что сейчас будет. Руки поднимутся! Друзья, второй день мы болеем. Я вот вам видосик сейчас смонтирую, который еще остался, материал. Мы просто второй день. Вчера мы вообще ничего не ели, только пили воду. Сегодня мы с утра позавтракали, сейчас пообедаем. Но все равно продолжаем лежать. Уставость, какое-то вот это головокружение. В общем, что-то мы тут подхватили непонятное. Не знаю, то ли палочку кишечную, то ли это акклиматизация. И вот мы снова на Роза Хуторе, я думаю, в последний раз. Дабы все-таки подняться в горы, почувствовать высоту 2500 метров. Дабы все-таки подняться в горы. Вы можете спросить, почему такое задымление. Потому что мы находимся сейчас в облаках, в их начале самом, да? Угу. Мы не выше облаков, потому что там уже, наверное, совсем невозможно холодно. Но мы уже здесь, рядом. Тут очень красиво. Не, вот сюда стоит, мне кажется, приехать. Ну, только не прям с самого утра ездить. Потому что тут прям с самого утра очень большой поток туристов. Потому что все думают, что с утра никто не едет, как бы. Но на самом деле все едут с утра. Да, не, мне кажется, вот столько, сколько сейчас здесь, это еще очень мало. Вот. Сегодня понедельник утро, и уже народу, как, не знаю, откуда все они. Молодец. Вот так вот. Как-то небезопасно. О, вот это разгончик. О, вот это было страшно, блядь. Ой, это шешей. Ой, друзья. Как она поехала только, что мы чуть не обусялись. Настя, там все что-то фоткает для инстаграмчика. Подписывайтесь на Паша Настя Лайф и на Бурда Анастасия. Хотя ты уже не Бурда Анастасия, да, но тебе уже нужно переименовываться. О, сидит. Страшно. О, зимой тут вообще кататься, конечно, в таких настоящих городах. Вообще кайф, наверное. Пять раз мы катались вместе с Настей этой зимой. Она научилась кататься, и мы вам всем советуем тоже зимой попробовать покататься. Я сама учусь без тренера. Только осторожно. Мне Паша учил. Да, только осторожно, друзья. Это очень такой тяжелый вид спорта. Очень опасный. Можно что-нибудь травмировать себе. Но это нереальное удовольствие. Я не представляю, как в горах кататься тут вообще, наверное. Тут вообще... Такой кайф. Блин, вот я бы сюда приехала зимой. Блин, пофигу, да. Короче, все, этой зимой мы должны съездить сюда же с другим настроением. Именно... На самолете. С деньгами, да. Как вы на нас там все это бракуете, что вот мы ноем, денег нет. Мы не про то, что денег нет, мы просто осматривали это место для жилья. У нас, да, у нас первая задача была посмотреть место, как Краснодар, Краснодарский край, все вот эти курорты, Красную Поляну, как место для жительства. То есть мы не собирались здесь там всаживать бабки и отдыхать. Вот. Но второй задачей все-таки было, грубо говоря, отдохнуть. И мы поняли, что здесь вкладывать в отдых намного-намного дороже, чем вкладывать в отдых в том же Египте, Сочи, ой, Сочи говорю, Египте, Турции. То есть здесь реально все твои вложения могут, ну... Не оправдать себя. Не оправдать себя, да. Сочи накручивают цены. Да, очень накручивают цены. Русские искусственные. Поэтому нам, в принципе, мы не то что ноем, мы просто говорим о том, что нам здесь смысла тратить деньги нет, если мы можем в сентябре через месяц улететь в Турцию, сэкономив здесь. Спрашиваются, зачем здесь тратить деньги? Вот. В этом фишка. Красивая пара. Привет. Привет. Красивая пара. Привет, говорят. Фото, не видите, здесь уже низ облаков. И вот то место, куда мы поднимемся сейчас, получается, мы будем именно внизу этих облаков все. Туман. Смотрите, туман начался, да. Прям облачность. Прям такой пыль. Блин, я не знаю, как это идет такой туманчик. Какой-то пар. Просто ничего не видно. Жесть. Нет, это еще видно. А, это еще видно, говорят. Так что вот так вот. Видите на склоне странные сооружения, похожие на большие водопроводные трубы? Это часть противоловинной системы курорта. Их главная задача – спускать неустойчивый снег в зонах зарождения лавин. О-о-о-о, такой разгон резкий. Я блядала. Зачем она здесь? Да, выгоняется. Мамочка, пою! Помоги, Джей. Так резко разгоняется с начала вот на этой ситуации, когда резкий переход вниз. О-о-о. Ужесто. Мы выжили. Выжили. В общем, все, рецензию дали. Спасибо, едем на следующую точку. Точнее, ножки моем и едем. Сейчас вы узнаете, куда мы едем. Это будет очень интересно. Я думаю, что мы не эвакуировали. Я думаю, что да. Надеюсь, нет. Все, прощай, Красная Поляна. Ты была красивой, дорогой, успешной. Современной. А мы едем в новое место. Я думаю, еще более красивое. Но не знаю. Все, по-другому, хорошо. И так, мы идем на новый пляж. На новом нашем месте. Пока вы... Да, вы пока, наверное, не подозреваете еще где мы. Мы это покажем чуть позже, более подробно. Это очень интересное место. А сейчас мы узнаем, просто какой здесь пляж. Покупаемся. Кайфанем. Уже заселились номер. Номер прекрасный. Нам очень понравился. Так что пока все супер. И вот он, наш пляж. Может, туда подальше поделать? А? Сюда подальше будет получше. Ну, в целом, выглядит все вообще цивильно очень. Но скоро вы узнаете, почему. А кто уже знает, почему, пишите в комментарии, почему тут все так цивильно. Короче, первые мысли пока быстренько. Вода чистая. Реально, вы только что это видели. Цивильный подход к пляжу. Народу много, сам пляж цивильный. Все цивильно, все нравится. Поехали плавать, наконец-то. И кайфовать. В коем-то веке за этот отпуск. Наш королевский номер. Смотрите, у нас сейчас диван есть. Настя, чтобы спать. У меня кровать. Тут туалет. Что? Видите, она опять свою хохлушку одевает. И поедет в юбки, потому что шорты свои просрала. Мы сейчас поехали показывать все место, в котором мы находимся на самом деле. У нас скейт. Скейт, кстати, купили за 700 рублей. Пенни-борд. Пенни-борд за 700 рублей в ленте. Продавался сейчас в конце лета по акции. Да, он, наверное, не настолько крутой, как оригинальный пенни. Или как всякие аналоги. Но мы не умеем кататься нам. В принципе, я думаю, вообще самое то. Да и вообще многим самое то за 700 рублей, чем пенни за 10 тысяч. Вот такие пироги. Пирог. Пирог. Погнали. Давай погнали, ты пока свою хохлушку оденешь, уже, блин, ночь наступит. Сейчас вы узнаете тайну проклятого счастьем места. Мы уже рядом. Как все знают, куда мы ехали. Да? Да. Откуда знаем? Не знаю. Чисто женская лодка. Итак, друзья, как многие из вас уже поняли, да, мы живем прямо около Олимпийского парка. Сочи. И ты с твоими пенни только в руках ходишь, да? Да. Настя только в руках его носит. Все люди что-то катаются, развлекаются. Настя в руках, а там пенни город зеленый. Короче, сейчас вспомнили времена. Ну, как вспомнили? Вспомнил. Настя у нас по лагерям особо не ездила. По лагерям. В общем, крутое было время, на самом деле, когда ты молодой, идешь, там вот эта пачка сигарета. Какая пачка сигарет? Чукурила? Чукурила, нет, в смысле не. Ну, как бы и еда, в общем, вот эти песни, вот эти все, знаете, там лагерявские, вот эти всякие там. Ой, такая романтика. Всегда я помню, я был там самый красивый, самый спортивный. А сейчас, кому нужен уже все, женат? Я говорю, мне нужен. Я буду тебе, Паш, каждый день вручать медальки. Самый красивый, самый спортивный, самый-самый. Чего мне медальки-то? А тебя что там вручали? А вы, друзья, расскажите, вы вообще ездите по лагерям кто? Кто повзрослее, по лагерям можете не писать, ездите. Нет, это нам страшно вообще звучит. А вот те, кто помоложе, напишите, ездите вообще. А если не ездите, то обязательно катайтесь, катайтесь, потому что, мне кажется, это самое крутое вообще, когда тебя отключают от интернета и ты просто в обществе развиваешь. Сейчас с интернетом все эти лагеря сидят так вот. А, то есть в интернетах тоже жопа? Ну, конечно. Я нашел кайф. Как тебе, хорошо? Э-э-э, нет, все появилось, Настя, снова. Беги. Кайф. Времен дает уже? Давай. Так вы сирой будете? Ну, давай, вот так вот, пофиг, просто я регул. Главное, это телефон, камера. вот он кайф друзья где оказался все мы в одном мире наконец-то устали нереально прогулялись по ночному олимпийскому городку завтра уже будем вам все рассказывать показывать днем нормально она сегодня все потому что мы хотим спать всем спасибо спокойной ночи пока